Вся вселенная Ведьмака это один большой выбор. Он прослеживается как выбор Геральта в книжной саге, так и как выбор игрока, играющего за Геральта в игровой серии, начиная с первого The Witcher. Даже сам концепт восприятия Геральта мира строится на нейтралитете и в попытке не выбирать между меньшим и большим злом. Заметьте, даже намека на добро тут нет. Хотя в итоге ситуация все же заставляет его делать выбор либо в угоду себе, либо в угоду своим принципам. На выбор игрока же при прохождении игры влияет куда больше факторов, начиная от выгоды и предполагаемого развития событий, заканчивая даже мыслями о том, а как бы поступил сам Геральт в этой ситуации. Сегодня я расскажу вам о том, как поступил Геральт на некоторых основных развилках сюжета Ведьмак 3, опираясь на каноничность, принципы и свой личный кодекс. Поехали! Привет, ковбои! С вами Войс Ребус и это просто канал об играх. Я не рассматриваю первого и второго Ведьмака с точки зрения каноничного прохождения, так как Реды сами выпустили свои версии каноничного прохождения на них спустя какое-то время после релиза или в рамках коллекционных изданий. Решение на самом деле спорное, но для понимания развития мира в принципе понятное. Да и выпущенный второй и третий Ведьмак и так дают некоторое понимание в выборах Геральта. Хотя, вот в третьем Ведьмаке вообще замутили симуляцию выбора решений из Ведьмак 2, интегрировав некоторые моменты как вариативные и не влияющие на состояние мира и итоговый сюжет. Самым лучшим примером является та же сюжетная линейка с Лето. По моей ничем не доказанной догадке, Лето остается в живых в любом случае и уходит за горы, даже если вам показалось, что в конце Ведьмак 2 вы его убили. Об этом кстати есть видео на канале. Но вот к третьему Ведьмаку такого гайда по каноничному прохождению так и не вышло. А потому споры, что каноничнее Цири Императрица или Цири Ведьмачка не утихают до сих пор. Но в честь приближающегося десятилетия игровой серии о Ведьмаке, которая я напомню будет только в октябре, Реды выпустили ролик, в котором показали праздничную, ностальгическую встречу многих героев из третьей части. И тем самым дали нам подсказку о том, какие выборы сделал каноничный Геральт, ну или как минимум каноничный с точки зрения Редов, в их игровой вселенной. И первое, что бросается в глаза, это Цири. Кстати, к вопросу о каноничности. Ведьмачка Цири. Она, конечно же, без мечей, ведь это светский прием. Но что более важно, за ней не следует охрана из Нильгардского гарнизона. Одета она не как подобает императрице. Да и жива вроде. А значит мы можем с некоторой вероятностью или даже уверенностью предположить, что Цири все же пошла по ведьмачьему пути. Что Геральт оказался хорошим отцом, понял настроение и настрой владычицы времени, прислушался к словам Гюнтера в конце концов и поступил так, как нужно. Признаюсь честно, на самом деле это и так можно было предположить. Из нее император, как из меня балерина. Ее путь иной. Но я все же надеялся на то, что Геральт дурак и довел Цири до плохой концовки. Впрочем, эта сцена не исключает этого. Ведь то, что Цири и Геральт даже в плохой концовке не умирают, я думаю и так всем было прекрасно понятно. Первым, кого встречает Цири, заходя в Курвобьянк, является высший вампир Регис. Причем их отношения явно дружеские и они не во второй раз в жизни видят друг друга. Напоминать условия и последствия первой встречи я не буду. Но если бы они сейчас увиделись впервые после этого, то как минимум она бы его не узнала. Ведь он ни в форме, ни топоре. А как максимум была бы в шоке от того, что тут вампир и он еще и живой. Кстати интересно, а как на знакомство с Регисом отреагировали Ламперд и Эскель? Даже представить себе не могу. В любом случае, само по себе наличие Региса не дает нам понимания о том, как закончилась история с Тусентом и Детлофом. Но далее мы видим, что за общим столом сидит и флиртует с Эскелем, кто бы вы думали, Сианна собственной персоной. Я напомню, что Сианна, сестра Аннариеты, это дитя Черного Солнца, рожденное во время затмения и проклятое, как это считается в мире Ведьмака. А тот самый ужасный и противный шрам на лице Эскеля тоже подарок от Дитя Проклятого Солнца. Ничему Эскель не учится. Но раз Сиана за столом живая, значит Детлофа все же уничтожили. За Регисом охотятся другие вампиры, что кстати интересно, ведь его присутствие не мог не заметить скрытый, а сестры помирились благодаря Геральту. Концовка дополнения кровь и вино теперь понятна, но вопросы почему именно она до сих пор витают в воздухе. Но я для себя считаю, что Ведьмак это именно убийца монстров, чудовищ и порождение сопряжения сфер, а не людей. Потому убийство вампира, убившего четырех человек и стремящегося убить Анну Генретту, это юрисдикция Ведьмака. А Сиана уже нет. Так себе объяснение, если честно. Ладно, далее в кадр попадает Кровавый Барон. Тоже на удивление живой, но без жены. Которая скорее всего до сих пор не пришла в норму и сейчас находится на лечении у какого-то знахаря. Впрочем, это также значит, что тех детишек с кривоуховых топей съели. Интересный выбор, Геральт. Интересный. Нам, конечно же, не показывают момент, как их варят или жарят и обгладывают косточки. Об этом даже в открытую не говорится. А потому многие про это забывают. Но факт-то никуда не девается. Правда, есть слухи, что тот квест можно пройти таким образом, чтобы выжили и дети, и жена Барона с ним самим. Но я пока нашел только способ убить всех. Не лучшая идея, кстати. Там же, на заднем фоне, мы видим прибошков Сару и Ивасика. Они вместе играют и явно давно знакомы. А значит, Геральт все же выселил Сару из дома в Новиграде и тем самым познакомил ее с Ивасиком. Но какого хрена они делают в кору Абьянка в Тусенте? Я даже себе этого не представляю. Они природные создания. Да и не думаю, что Ивасик готов был бы покинуть свои болота ради Тусента. Разве что в гости приехали. На попутках. Бьянка сидит с Эскелем и Сианной, а значит мы ей помогли защитить деревушку и ее не убили. Золтан с Лютиком рубятся в Гвинт и Золтан явно нетерпелив, а значит у него хорошие карты. Впрочем, что неудивительно. На их игру смотрит милая Шани, которая вероятно вернулась целой и невредимой с фронта, на которой собиралась во время событий Каменных Сердец. За ее спиной улыбающейся и явно довольной общением с Анной Генритой стоит Ольгерт. Кто знает, может она вернула ему вкус к жизни и подарила новую цель. Как-никак, Ольгерт хорош собой. Многое повидал и пережил. Немного чародей и даже из знатного рода. Может быть это начало чего-то большего. Живой же Ольгерт подтверждение правильного выбора Геральта. Никаких условностей в борьбе со злом. И поставить свою душу за душу человека с Каменным Сердцем, это так похоже на выбор Геральта. Но лично мой выбор все же иной. Кстати, ни одной ложки на столе я не увидел. Если вы понимаете о чем я. За спиной Лютика стоит Присцилла и все это время играет на лютне. Ей явно уже лучше, но к сожалению я не вижу, чтобы она хоть раз открыла рот и запела. Так что мы не знаем наверняка вернулся ли к ней голос или же нет. Надеюсь, что да. Недалеко от них стоит и миловаркует парочка из двуличной змеюки и вредного хуя. Ой, то есть простите, Кейры Мец и Ламберта конечно же. Они прекрасно себя чувствуют и это значит, что Кейру мы сопроводили в Каэр Морхен. Они насадили Накл или собственный меч в порыве эмоций. Как это сделал кое-кто. А она же в свою очередь спасла Ламберта. Теперь они вроде как работают вместе. Еще один очень важный момент, который я упустил. Помимо Бьянки, там на заднем фоне, как тень, ходит Роше. В своей обычной одежде, между прочим, и живой. К сожалению, этой информации мало, чтобы на 100% понять, как именно закончилась политическая война в Новиграде. Хотя и точно не победы Дикстры. Иначе Роше и Бьянка были бы уже давно мертвы. Мне кажется, что даже покушение на Родовида не было организовано. Ведь, ну это уж точно не работа для Ведьмака. Даже если он может повлиять на политический устой. Даже если он не согласен с текущим правителем. Это не повод его убивать. Ведьмаки не вмешиваются в политику. А значит Родовид жив. Эмгыр мертв. Нильфгард отброшен. А стычки между Дикстры и Роше и вовсе не было. Но где же Дикстра? Его нет. И это наталкивает на определенные мысли. Пожалуй, на этом мы разобрались с основными каноничными концовками прохождения Ведьмак 3 вместе с дополнениями. Какие-то ситуации остались под вопросом. Исключив некоторые из вариантов. Но не все. Какие-то наоборот были настолько явно представлены, что в выборе Геральта не остается сомнений. Но еще один вопрос гложет мою душу. Кого же выбрал Геральт? Трис или Йеннифер? И этот ролик нам не даст ответа на этот вопрос. Они обе здесь. Обе стоят рядом. Общаются. Ни одна из них не проявляет к Белому Волку больше эмоций, чем другая. Да они с ним вообще никак не взаимодействуют. Создается впечатление, что Геральт мутил с обеими. Они обе тут. Обе знают, что нравится ему. Но не готовы быть одной из двух. На финальном кадре Трис ближе к Геральту, чем Йен. Если бы каноничность была в Йеннифер, то логично было бы поставить Белого Волка в центре, а по бокам условную жену в лице Йен и дочку в лице Цири. А Трис поставит рядом с Цири как подругу. Но сейчас же Цири между Геральтом и Йеннифер как дочка между родителями. А Трис рядом с Геральтом как любовница. Ладно, ладно. Не думаю, что расстановка персонажей на финальном кадре может хоть на что-то намекать. Но не сказать об этом я всё-таки не мог. Ну, вроде как и всё. Сам ролик, помимо основных персонажей, напичкан всякими отсылками к основной игре. Например, тут есть портрет Ольгерта и Ирис. Портрет маленькой Цири из кабинета Эмгера, причём вроде как написанный без присутствия самой Цири. На тумбочке стоит Филактерий с проклятием Авалакха. На стенах висят мечи и арбалеты, многие из которых крайне узнаваемы. Кстати, Рандита опять нет. Надеюсь, Геральт его вновь не потерял. Или уж точно не отдал Хьялмару после проигранной кулачной битвы. Как это сделал я. А платва на заднем фоне в финальном кадре так и вообще невероятна. Конечно, ролик не открыл все тайны. Не показал всех персонажей, событий или отсылок. Например, о ситуации на Скельге вообще очень много вопросов. Но этот ролик сделал то, что нужно. Показал, что вселенная жива. Что мир ведьмака не мёртв. Что про него никто не забыл. И это невероятно круто. Спасибо Рэдам за это. А у меня вроде как всё. Всем спасибо за просмотр. Если ролик вам понравился, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Также советую заглянуть в инстаграм Геральта из Ривии по ссылочке в описании. Если я что-то упустил в ролике, или у вас есть особое мнение на этот счёт, то добро пожаловать в комментарии. Я с удовольствием их все прочитаю. Мы же увидимся в новом видео уже очень скоро. Но пока на этом. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!